Целый ряд известных физиков недавно выдвинули гипотезу о том, что на Земле есть зоны так называемых временных разломов. В подобных аномальных местах прошлое и будущее иногда смыкаются между собой. При этом происходит перенос информации и энергии, при котором могут захватиться и материальные тела. Люди, животные, самолеты. Существует гипотеза, что при временных нарушениях структуры пространства и времени в них образуются особые туннели, связывающие различные эпохи. Некоторые исследователи считают, что невольные путешественники во времени лишь на мгновение попадают в прошлое или будущее, а затем снова переносятся в свое время. Однако есть основания считать, что так происходит не всегда. Вполне возможен самый плачевный вариант застрять в чужом времени навсегда. Путешественников из прошлого в будущее ждет в таком случае, скорее всего, незавидная участь пациента психиатрической клиники. Те же, кто попадает из будущего в прошлое, при определенном самообладании и находчивости, могут более-менее устроиться. Возможно, именно такой невольный путешественник во времени соорудил знаменитую багдадскую батарейку, которая давала ток еще 4000 лет назад. В настоящее время еще никто не смог доказать, что путешествия во времени реальны, впрочем, как и никто не смог доказать обратного. Вместе с тем, за всю историю человечества было накоплено огромное количество фактов, которые свидетельствуют о том, что перемещения во времени все-таки реальны. И чтобы не быть голословным, я приведу вам несколько примеров таких перемещений. Новосибирск. Весеннее утро 2012 года. В центральное отделение полиции вошел странный молодой человек. Мужчина оглядывался по сторонам с изумленным видом и представился сотрудником этого райотдела. Но полицейские видели его впервые. Но самое интересное было то, что этот человек был одет в милицейскую форму времен СССР. На петлицах его кителя красовались гербы Советского Союза. Сержанту на проходной он предъявил служебное удостоверение на имя лейтенанта Смирнова, выданное в 1975 году. Тот вызвал дежурного офицера. Лейтенанта провели в кабинет для выяснения личности. Странный милиционер поначалу принимал все за какой-то нелепый розыгрыш. Он дико взирал на электрочайник и не мог оторвать взгляда от мобильных телефонов полицейских. Лейтенант утверждал, что сейчас 1980 год. Сообщение о том, что Брежнев давно умер, его сильно расстроило. Со слов лейтенанта, этим утром он, как обычно, вышел из своего дома и направился на службу в райотдел милиции. На улице был густой туман и почему-то совсем не было прохожих. Подойдя к отделению милиции, он был изрядно удивлен видом внезапно отремонтированного здания. Его озадачили странные люди в милицейской форме с надписями на груди и на спине «Полиция», прямо как в зарубежных фильмах. В общении со странным милиционером сотрудников полиции поразило его отличное знание всего здания райотдела, как будто он действительно здесь проработал много лет. Через несколько часов в полицейское отделение Новосибирска приехали сотрудники ФСБ, которые забрали незнакомца и увезли собой. Больше этого странного милиционера никто не видел, но самым удивительным было то, что чуть позже полицейские выяснили, что странный лейтенант Смирнов действительно работал в их отделении в 70-х годах. Весной 1980 года он вышел из дома на работу и пропал без вести. В 50-х годах прошлого века достоянием прессы стал удивительный случай. Мужчина в одежде 19 века неожиданно оказался в самой гуще автомобилей на оживленной улице Нью-Йорка и был задавлен одной из машин. Водитель клялся, что погибший внезапно появился перед его автомобилем, словно свалился с неба. Затормозить просто не было никакой возможности. Пытаясь установить личность погибшего, полицейские обшарили его карманы и в них оказался документ, удостоверяющий личность, выданный 80 лет назад. Выяснилось, что мужчина был коми-вояжором и проживал на улице, которую снесли еще 50 лет назад. Эта история настолько заинтересовала полицейских, что они не поленились покопаться в архиве и найти списки жильцов, указанного в документе района за конец 19 века. В них они и обнаружили таинственного коми-вояжора. Дальнейшие поиски привели к неожиданной встрече. Пожилая женщина с такой же фамилией, как и у погибшего, рассказала сыщикам, что 70 лет назад при очень загадочных обстоятельствах пропал ее отец. Он вышел на улицу подышать перед сном и словно испарился. Все попытки найти его ни к чему не привели. Покопавшись в коробке с фотографиями, женщина нашла снимки отца. Полицейские просто ахнули, когда на старом снимке они увидели именно того несчастного коми-вояжора, который попал под колеса автомобиля. Очень странная история произошла в 90-х годах прошлого века. Одна из гонконгских газет поведала миру поразительную историю о мальчике Юн Ли Чене. В 1987 году к ученым обратились врачи одной из психиатрических клиник Гонконга. Полицейские привезли к ним в клинику очень странного мальчика, который утверждал, что прибыл из прошлого. Медики не обнаружили у него никаких повреждений мозга и пришли к выводу, что он вполне здоров. Однако необычные рассказы мальчика ставили их в тупик и заставляли сомневаться в его душевном здоровье. Ученые заинтересовались рассказом медиков и посетили мальчика. Прежде всего, их поразила его одежда, вскроенная из ткани, явно выработанной вручную. Она напоминала экспонаты из музеев, обнаруженные в древних захоронениях. Юн Ли Чен свободно говорил на одном из древнекитайских диалектов, причем рассказывал историкам такие подробности о далеком прошлом, что просто привел их в состояние настоящего шока. Проверить рассказ мальчика решили с помощью храмовых книг. В некоторых из них, возрастом в несколько веков, историк Иншао неожиданно для себя обнаружил название мест и даже имена людей, сообщенные странным мальчиком. Изумленный ученый решил уже всерьез заняться исследованием этого поразительного случая, но его ожидало горькое разочарование. Юн неожиданно исчез. Он словно испарился из закрытой палаты, которая находилась под неусыпным контролем. Разочарованный историк вновь обратился к древним хроникам и вдруг обнаружил в них упоминание о Юн Ли Чене. В нем сообщалось, что Чен пропал на 10 с лишним лет, но затем вернулся, ничуть не позрослевшим, и стал рассказывать, что побывал в далеком будущем, где видел летающих железных птиц, повозки двигающиеся без лошадей и дома, упирающиеся крышами в облака. Мальчику, конечно, никто не поверил, его посчитали сумасшедшим, а через три недели после своего возвращения он неожиданно умер. Крайне загадочный случай произошел в 1992 году в аэропорту Каракаса, Венесуэла. Издание WW News сообщило о таинственном самолете DC-4, который пытался совершить посадку в аэропорту Каракаса. Этот самолет увидели служащие аэропорта, так как никакой отметки на радаре он не давал. Диспетчерам удалось связаться с пилотом самолета. Удивленным и даже испуганным голосом пилот сообщил, что выполняет чартерный рейс 914 из Нью-Йорка в Майами с 54 пассажирами на борту. Они должны совершить посадку в 9.55 утра 2 июня 1955 года. В конце он спросил, а где мы находимся? Диспетчеры, ошеломленные сообщением пилота, ответили ему, что он находится над аэропортом в Каракасе и дали разрешение на посадку. Пилот ничего не ответил, но во время посадки все услышали его удивленный возглас. Джимми, что это, черт побери? Удивление американского пилота, судя по всему, вызвал взлетающий в это время реактивный истребитель. Таинственный самолет благополучно приземлился. Его пилот тяжело дышал. Наконец он произнес, что-то здесь не так. Когда ему сообщили, что он приземлился 21 мая 1992 года, пилот воскликнул. О боже! Его попытались успокоить, сказав, что к нему уже направляется наземная команда. Однако, увидев рядом с самолетом служащих аэропорта, летчик закричал, не приближайтесь к нам, мы улетаем отсюда. Служащие наземной команды видели изумленные лица пассажиров в иллюминаторах, а летчик DC-4 приоткрыл стекло в своей кабине и замахал на них каким-то журналом, требуя, чтобы они не приближались к самолету. Он запустил двигатели, самолет поднялся в воздух и исчез. Удалось ли ему попасть в свое время? К сожалению, дальнейшая судьба экипажа и пассажиров самолета неизвестна, так как о каком-либо расследовании этого случая издание не сообщило. Как доказательство этого необычного происшествия в аэропорту Каракаса остались записи переговоров с DC-4 и календарик на 1955 год, выпавший из журнала, которым размахивал пилот самолета.